К нашему эфиру присоединяется советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Ихлань. Сергей Владимирович, рады приветствовать. Доброе утро. Мы из Украины. Херсонщина, это Украина. Слава Украине. Героям слава. Доброе утро. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то информация относительно судьбы Губаревой? По Губаревой действительно ничего не понятно. Нет подтверждения, что она жива. Но, тем не менее, в Херсоне на своих пропагандистских ресурсах Губарева продолжает делать вид информационный, что якобы она работает. Но жива она и где она находится, непонятно. Она вот недавно выставила на ресурсе, как говорится, вот этой оккупационной власти о том, что люди продолжают получать социальную помощь, продолжают получать какие-то справки, несмотря на то, что происходит эвакуация, несмотря на перемещение людей на левый берег. Они все равно продолжают работать. Такие вот информационные материалы появляются. Но жива ли она и она ли это пишет, никто не понимает, никто не знает. Вообще Губареву прислали в Херсонскую область. Единственное, что ее связывает, что она родом отсюда. Но я так понимаю, что с начала оккупации как раз в Херсонской области было большое количество ДНР-овцев, так называемых ЛНР-овцев. И там целый Атаман Иванович, это был такой из военных комендантов новой коходки. Он фактически отвечал там за все Левобережье, он был приближен к ней. И как раз с этим Атаман Ивановичем было связано большое количество грабежей, которые происходили в Херсонской области. Они врывались в дома к предпринимателям, забирали машины, забирали деньги, забирали золото, забирали украшения. И это стало таким массовым явлением, что, я так понимаю, как раз Губарева была вот в этом пуле как раз ДНР-овцев. И когда Атаман Иванович, ФСБшники, там где-то арестовали и арестовали группу людей, причастную к Атаману Ивановичу, я так понимаю, у Губарева, наверное, последний элемент вот этой вот разборки ФСБшников и так называемых ДНР-овцев в противостоянии за контроль над грабежами Херсонской области. Сергей, расскажите в двух словах Екатерина Губарева, чем она занималась на оккупированной территории, какие вопросы курировала, бизнес, за какое направление отвечала, и за что ее в теории могли бы убить коллаборанты, например, или же оккупанты, которые ее поставили? Она отвечала за организацию социальных выплат, она организовала за взаимодействие как раз с мамочками, многодетными взаимодействие с пенсионерами, социальные выплаты, доставка социальных выплат, выдача справок, ну вот, в общем, вот такая вот социальная функция, она именовала себя заместителем правительства Херсонской области, но она была приближена к пулу первых лиц. За что ее могли бы устранить? Вот я говорю, наверное, все-таки это разборка ФСБшников и ДНР-овцев за контроль над бизнесом, потому что ДНР-овцы с первого дня, в общем, абсолютно агрессивно обворовывали всех. Я знаю случаи, когда Губарева напрямую звонила гауляйтеру Каховки, это Филипп Чуку, о том, чтобы тот посодействовал и Леонтьеву в новой Каховке, вообще-то это два таких гауляйтера, когда арестовали криминального авторитета Ефименко, который был связан как раз вместе вот с этим Атаван Ивановичем в грабежах, когда арестовали Ефименко, то та звонила, пыталась разобраться и пыталась его вытащить, скажем так, от ФСБшников. То вот этот звонок был отслежен, о нем знала и Каховка, и новая Каховка, но, тем не менее, ФСБшники тогда как бы все равно удержали позиции, и Ефименко продолжает и сейчас быть арестованным. Атаман Ивановича вообще непонятно, где он делся, наверное, где-то или опять в ДНР и прячется, или его тоже устранили, как возможно, и Губарева. А с другими коллаборантами-гауляйтерами что происходит на Херсонщине? Ну, как мы видим, они сейчас в панике и прячутся. Вот я упоминал Филипчука, да, с новой Каховки, гауляйтер, то, ну вот мне сообщали на днях, что к нему как бы ходили люди из Каховки, ну там не буду говорить по каким вопросам, но пошли. Сейчас Филипчук, вот этот вот гауляйтер, никого не принимает, как им сказали, автоматчики стоят на входах, он ни с кем не общается, никого не принимает. Поэтому вообще как бы тяжело сказать, есть ли вот эти вот сейчас гауляйтеры на местах, либо они уже прячутся где-то в Крыму. Расскажите, пожалуйста, что с мэром Херсона происходит? Игорь Колыхаев, где находится? Вы знаете, я не обладаю абсолютно никакой информацией по Колыхаеву. Настолько все покрыто мраком. Есть разные теории, разные версии, я их озвучивать пока не буду, пока нет официальной версии, ну хотя бы понимания Службы безопасности Украины, где Колыхаевы, что с ним происходит. Ну да, подождем подтверждение тогда от них, пожалуй. Сергей, расскажите, какая группировка сейчас находится в Херсоне, российская? Потому что из того, что мы слышим, даже в Каланчак перебросили из города Грозный росгвардейцев, ну видимо для каких-то задач, все-таки не просто же так. Какое количество, какие виды войск, или же это действительно там Росгвардия, кто там находится сейчас на данный момент? Находятся разные роды войск, ну а то, что из Грозного перекинули там 100 кадыровцев. Недавно 100 кадыровцев отправили. А зачем? А зачем перекидывать 100 кадыровцев из Грозного в Херсон? Ну вот у вас есть какое-то объяснение? Это не туда, не сюда. Не, ну логично. Недавно в Каирах 100 кадыровцев отправилось в мир иной. Там 40 кадыровцев в 200-х, остальные раненые были, там же прилетело. Вот, наверное, замену прислали. То есть те были в Каирах, это Каховский район, этих прислали в Каланчак, поближе к Крыму. Ну главное, что присутствие кадыровцев есть, что якобы они тут на месте есть. А все больше сейчас отмечается как раз усиление и пополнение вновь мобилизированными. Их видно, их отличают, они появляются. Но тем не менее, вот я связывался вчера с херсонцами, говорят, что вот общее впечатление того, что именно в самом городе военных как бы становится вроде бы меньше. Наверное, они все-таки концентрируются на подступах к городу. В самом городе их стало меньше видно. Вы говорите, что мобилизованных, прости, пожалуйста, идентифицируют. А чем отличается их ведение боевых действий от, допустим, предыдущего состава оккупантов? Чем отличительно? По ведению боевых действий я не могу сказать. Я могу пока не соскаться на то, что как их идентифицируют в городе Херсонии и в оккупированных территориях. По ним видно, они вот как новички, там они плохо одеты, безусловно. Они часто бывают, половина в гражданской одежде, половина в военной. Ведут себя вот по каместе, так еще вот им тут ничего не понятно. И в большей мере они ведут себя растеряно, с непониманием, что они тут делают и как им отсюда убежать быстрее. То есть местные их видят, а это не те агрессивные, скажем так, в скобочках ДНРовцы, которые были сначала. Это даже не те агрессивные чечены, которые вначале тоже приходили и вели себя очень борзо и грабили. Эти ведут себя более растерянно, эти ведут с таким, с огромным непониманием, зачем они здесь. Сергей Владимирович, в свете появления информации о прибытии на Херсонщину свежемобилизованных, информация о кадыровцах, ну то есть кадыровцы по сути выполняют все те же задачи, которые перед ними стояли до сих пор, они заградотряд? Смотрите, а кадыровцы уже с Херсона, там где они использовались как заградотряды, их перекинули сейчас на левый берег. Вот в Каирах они находились, это либо бережье, это недалеко от города Каховка, они там сейчас строят русские фортификационные сооружения, они там роют окопы вплоть по всему побережью. Даже в Каирах, это на Каховском водохранилище, то есть абсолютно по всему побережью, расисты сейчас роют окопы, блин, дожи, там заливают бетон. И вероятно, вот кадыровцы на левом берегу, они там уже будут, наверное, нести функцию захват отрядов. Здесь их вывезли, здесь они сейчас, если на подступах к Херсону, то кадыровцы отсюда, когда выходили, то вместо кадыровцев оккупанты начали минировать поля на подступах к Херсону. То есть кадыровцев заменили мины за спинами линии обороны расистов, чтобы расисты не могли убегать, потому что убегая, они будут попадать на мины. То есть сейчас функцию кадыровцев на правобережье выполняют мины, которыми засыпаны все поля. Как легко их заменить было какими-то взрывоопасными вещичками, да, то есть людей на мины. Спасибо большое, Сергей Владимирович Хлань, советник главы Херсонской областной военной администрации, был с нами на прямой связи.